Эврикус. Уникальные игровые механики и локализации международных бестселлеров. Этот безумный мир — игра в духе антиутопического ретрофутуризма. Чего-чего? Ну смотри, ретрофутуризм — это такой жанр фантастики, в котором рассказывается о будущем, но таким образом, как будто автор, который всё это описывает, жил в прошлом веке. То есть там спокойно могут существовать вместе дирижабли и роботы, например. То есть, в принципе, представление о технологиях будущего, оно как будто немножко устаревшее. Ну а жанр антиутопии предполагает тотальный контроль над обществом со стороны режима, который вроде бы старается сделать, чтобы для всех было хорошо, но на деле такое будущее, такой строй выглядит довольно мрачно, то есть в нём в основном все страдают. Так вот, возвращаясь к игре. Её сердце — это, по сути, две механики. Механика драфта и построение движка. А это значит, что мы будем выбирать карты, какие оставить себе, а какие передать соперникам. Потом какие-то из этих карт мы построим, а другие переработаем в ресурсы. Построенные карты, в свою очередь, в фазу производства принесут нам ресурсы, которые мы опять будем тратить на строительство новых карт и так далее. Более подробно с механикой базовой игры можно ознакомиться в моём предыдущем обзоре. Сегодня же у нас в центре внимания дополнение «Этот безумный мир. Кризис и процветание». Давайте посмотрим, какие компоненты входят в состав дополнения и какие механики оно привносит в базовую игру. Основной контент дополнения — это, конечно же, 56 карт развития. Сразу обратим внимание, что рубашки этих карт отличаются от рубашек карт из базы. Они повторяют рисунки на соответствующих коробках. И при подготовке эти стопки также выкладываются отдельно. В фазу драфта игроки получают определённое количество карт из базы и к ним добавляется определённое количество карт из дополнения. Если мы играем в четвером, например, это будет 6 карт из базы и 3 из дополнения. Они также могут выбирать и строить эти карты наравне с картами базы по тем же правилам. Давайте посмотрим, какие карты тут есть. Во-первых, мы видим теперь здесь вот такие перечёркнутые символы ресурсов. Это вот как раз-таки тот самый кризис, новый элемент игры. За каждый такой перечёркнутый символ ресурса нужно вычесть один соответствующий ресурс из числа произведённых в фазу производства. То есть, например, если у нас будет построенный пограничный пост, то он будет приносить нам деньги, но будет мешать нам производить открытия. Кристаллиумный реактор, как мы видим, производит 3 материала и 3 энергии, что достаточно много. Но для того, чтобы его построить, нужно вложить сюда тоже немало. Один кристаллиум, самый ценный ресурс, 2 знаний и 1 материал. Завод роботов снижает производство материалов, но повышает на 2 энергию и знания. И так далее. Мы не будем рассматривать сейчас все карты, но основной принцип новой механики, я думаю, вам понятен. А вот на что точно стоит обратить отдельное внимание, это на то, что появились вот такие сдвоенные значки в модификаторах победных очков. Это так называемая двойная прибыль. И эти карты дополнения, соответственно, приносят победные очки за каждую пару карт определенных типов, построенных в Империи игрока. Например, у нас в Империи будет 2 черных карты и 2 серых, соответственно, это 2 пары, и мы получим по этой карте 6,2-12 очков. Кроме карт развития, дополнение содержит 2 двусторонние карты Империи для 6-го и 7-го игрока, Гегемония Севера и Народы Океании. А еще теперь у нас есть планшет для подсчета очков и стираемый маркер, так что этот блокнот из базы нам больше не понадобится. Также издатель позаботился и о том, чтобы у нас всегда хватало кубиков ресурсов и в дополнение еще 60 кубиков по 10 каждого вида. Также добавили по 10 жетонов финансистов и генералов с множителем 3. Любителей раскинуть карты и подвигать фишки в одиночестве, то есть любителей соло-режима, разработчики тоже не забыли. Соло-режим был и в базовой игре, в дополнение вас ждут 6 новых соло-сценариев. Перед началом каждого вас ждет художественное вступление и список карт, которые нужно поместить в свою зону развития перед началом игры. Задача построить эти карты к концу партии. В случае победы посчитайте свои победные очки и проверьте, достаточно ли их для получения бронзовой, серебряной или золотой медалей. В конце правил обнаружен вот такой интересный абзац о совместимости с дополнением «Война или мир». На русском, как мы знаем, его еще нет, но недвусмысленный намек от разработчиков, что будет. Что можно, в общем, сказать про дополнения? Новые карты развития, они стали такие более специализированные, то есть они увеличивают, позволят вам построить производство и быстро его наладить в какого-то вот отдельно взятого ресурса. И, по сути, это позволит вам и быстро запустить движок производственный, который вы запланировали. Но если он рассчитан там, вот что какой-то ресурс будет в этом движке преобладать. Также очень интересно, что есть карты, которые стоят очень много ресурсов в производстве. Альфа Центавра. Посмотрите, сколько на нее нужно открытий, энергии и так далее. При этом она ничего не произведет, но в конце игры просто принесет 25 очков. Но больше всего победных очков, конечно же, принесут новые карты двойного бонуса, если вам удастся их правильно реализовать. Итак, дополнение делает игру, скажем так, более настраиваемой. То есть вы сможете построить такой специализированный движок и с помощью него получить, опять же, какие-то такие более эффективные комбо. И, на мой взгляд, фактор случайности снижается в игре вот с дополнением, в отличие игры от только базы. На этом у меня все. Играйте в те игры, которые вам нравятся. С вами был Филипп, с любовью канал Твой Игровой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok